М-24 Чаффи В мае 1952 года было выдано техническое задание на 20-тонный танк с 90-мм пушкой. Впрочем, позже планы изменились. Лимит по весу установили в 18 тонн, а калибр орудия снизили до 76 мм. Летом следующего года из множества проектов будущего танка Т-71 отобрали три лучших, один из которых позже переименовали в Т-92. Два других радикально отличались друг от друга. Фирма «Кадиллак» предложила использовать классическую компоновку с четырьмя членами экипажа, тогда как «Детройтский Арсенал» выступил за установку качающейся башни и автомата заряжания, благодаря чему число танкистов снижалось до трех. Однако нехватка финансирования, наряду с явными преимуществами проекта Т-92, привели к сворачиванию программы в январе 1956 года. В реальной жизни Т-71 чем-то большим, чем просто макет, так и не стал. Мы оценим тактико-технические характеристики Т-71 в сравнении с другими легкими танками седьмого уровня. Самые высокие показатели будут иметь рейтинг в 10 баллов, а наименьшие — единицу. Скорость поворота шасси 56 градусов в секунду, башни — 42. Максимальная скорость составляет 64 км в час. Обзор — 400 метров. Это отличный показатель для легкого танка. Время сведения — 2,3 секунды. Разброс при выстреле равняется 0,38 метра на каждые 100 метров. Пробитие базовым снарядом в среднем равно 175 миллиметрам. Разовый урон составляет 150 единиц. Максимальное бронирование — 25 миллиметров, что делает Т-71 крайне уязвимым для фугасных снарядов. Прочность танка составляет всего 840 единиц. Одно из главных достоинств Т-71 — наличие барабанного механизма заряжания. Благодаря ему этот танк способен за считанные секунды наносить до 900 единиц урона. Перезарядка между выстрелами — всего 2 секунды. Время полной зарядки барабана составляет 20 секунд. Подведем итог. Сильными сторонами Т-71 является прекрасная динамика, маневренность, обзор, а также точное орудие с автоматом заряжания. Слабыми — почти полное отсутствие бронирования и маленький запас единиц прочности. Наиболее уверенно Т-71 чувствует себя на открытых картах с большим количеством растительности. А благодаря отличному орудию этот танк сможет реализовать себя и на картах городского типа. Превосходная динамика позволяет Т-71 занимать ключевые позиции на карте. Отличная маневренность дает возможность каруселить танки противника, не позволяя им реализовать превосходство в огневой мощи. Как и все американские танки, Т-71 имеет отличные углы вертикальной наводки, что позволяет стрелять по сопернику, показывая лишь маленькую башню. Наличие автомата заряжания дает возможность держать опасного противника на сбитой гусенице в течение нескольких секунд, а если знать расположение топливных баков на танке врага, то можно его и поджечь. Одним из самых важных и эффективных приемов борьбы с высокоуровневыми соперниками является возможность атаки после того, как противник обменялся с союзником выстрелами. Таким образом, вы собьете с толку вражеский танк и внесете неоценимый вклад в итоговую победу. Дуэли с одноклассниками лучше избегать, так как малый запас прочности не позволит Т-71 долго жить, а любой промах может оказаться роковым. Если другого выхода нет, следует расстреливать противника с расстояния 50-100 метров, используя преимущество более точной пушки, чем у одноклассников. Вступать в открытую схватку с соперником можно лишь только убедившись в том, что он разрядил часть своего барабана. Старайтесь избегать тарана, чтобы не растрачивать единицы прочности впустую. Для успешной борьбы с высокоуровневыми танками противника необходимо трезво оценивать свои возможности, не атаковать бронированных соперников в лоб, а искать пути обхода. Если запаса прочности достаточно для выживания, то можно выезжать на противника, получать выстрел и разряжать барабан в борта и корму. А затем убегать, пока соперник не успел перезарядиться. Чтобы танк был эффективнее в бою, устанавливаем следующее дополнительное оборудование. Просветленная оптика, стабилизатор, вентиляция. Этот набор подходит для агрессивной игры. Если же вы предпочитаете играть пассивно, то неплохим вариантом может стать следующий набор. Маскировочная сеть, стереотруба и вентиляция. Из навыков экипажа наиболее эффективны следующие. Если вы оказались на закрытой карте вроде Химмельсдорфа в топе списка, вам следует выехать на центральную площадь для обнаружения танков на вражеской базе, а затем уйти по направлению к железной дороге. Вы можете действовать агрессивно, но при этом нельзя терять голову и увлекаться. Если противник превосходящими силами атакует банан, то имеет смысл двигаться на захват базы, попутно уничтожая артиллерию. В случае, когда неприятель взял под контроль гору, необходимо оценить расположение и количество союзных танков на миникарте и либо вернуться на защиту своей базы, либо атаковать базу противника. Оказавшись внизу списка, нужно действовать более осторожно, не забывая о том, что почти любое попадание унесет ваш танк в ангар. После засвета по центру лучше вернуться ближе к базе. Следите за миникартой. Выбирайте для атаки одиночные танки или ослабленные направления для прохода к артиллерии. Даже не пытайтесь размениваться выстрелами с ТТ. Лучше займитесь легкими танками или арт-САУ. Если противник атакует по второй и третьей линии, вы наносите ему урон через просветы между зданиями, стараясь выжить и обеспечить разведку для союзников. Если в командах много арт-САУ, постарайтесь дать разведку с центра карты и затем, убедившись в отсутствии угрозы, заехать в квадрат К0 и оттуда уничтожить артиллерию. На других городских картах можно делать следующее. На Энске проехать по пятой линии, обнаружить вражеские танки и уйти на зеленку. А на Руинберге дать разведку из малого города и укрыться в домах. На открытых картах верхней части списка можно применять сразу несколько тактик ведения боя. Разберём их на примере карты Редшир. Вы должны реализовывать достоинства своего орудия. Действуйте активно, давайте засвет на тяжёлые танки врага и по возможности стреляйте сами. В случае продавливания направления противником не стоит бросаться им на перерез. Сохраняйте дистанцию и за счёт точной пушки забирайте опасные цели. Не забывайте, брони у танка мало, поэтому размениваться выстрелами не стоит. Берегите единицы прочности. Если союзники заняли точку G5, нужно подсвечивать танки, стоящие по первой линии, катаясь по К1-К2. Если противник сможет продавить это направление, вам необходимо уезжать дальше, на К6, и давать разведку уже оттуда. Если у соперника много лёгких танков, нужно встать в куст в квадрате G5. Из этой точки отлично видно вражескую горку, вторую и третью линию и внешнюю сторону холма в квадратах D6-D7, где, скорее всего, будут находиться вражеские разведчики. При постоянном обнаружении они будут быстро уничтожены силами союзников. В нижней части списка на Редшире можно занять кусты для пассивного света или кататься по руслу реки, постоянно держа противника обнаруженным. Помните, союзная артиллерия не может навестись на вражеский танк моментально, поэтому держите противника в свете хотя бы 15 секунд. Но не стоит лишний раз рисковать. Лучше сделать ещё один круг для подсвета, чем погибнуть. Если противник основными силами продавливает направление, вы можете зайти с другого фланга и уничтожить артиллерию, после чего заняться захватом базы или вернуться помочь союзникам. Если противник продавил Б9, вам следует подсвечивать атаку противника пассивно с горки или же активно катаясь по руслу реки. На других открытых картах можно действовать так. На Малиновке — сделать круг подсчёта, занять кусты на болоте или сразу уехать на горку. На Фьордах можно занять кусты под горой и подсвечивать вражеские танки для союзников. На карте Хайвэй со второй базы можно разведать переезд вражеских танков, после чего уйти в сторону квадрата Ф4 и Ф5. Заранее выстраивайте пути отступления, не лезьте на рожон, опирайтесь на поддержку союзников и не выезжайте на опасные территории в одиночку. На этом всё. Удачи на полях сражений! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok